Шаман в белом, потомственный Алгасчит, несмотря на проливную дождь, начинает церемонию встречи солнца. Обряд проходит согласно всем канонам. В Айхале такой ритуал раньше не проводили. Национальный праздник Иссех традиционно проходил днем. Обряд встречи солнца очищает от всего плохого, заряжает энергией на целый год вперед. Набраться сил пришло немало айхальцев. Единственное – подвела погода. Думал, что люди выйдут, будут руки к солнцу протянут, все будет отлично, замечательно и солнечно, и радостно. Но погода, конечно, подвела чуть-чуть, но, тем не менее, несмотря на это, было очень позитивно, интересно и необычно, оригинально. Впечатлительно увидеть такое событие впервые в жизни. Днем праздник открыла аллея «Дружба народов». Гостей угощали блюдами разных национальностей. В этом году бурятские позы, осетинские пироги, самса и традиционный кумыс разошлись, как горячие пирожки. Ну, интересная татарская кухня мне понравилась. Мы здесь давно живем в Айхале. С 78-го года. Уважаем традиции. Я попробовала все кухни. Мне, например, не под силу выделить кого-то, потому что каждая кухня по-своему прекрасна, интересна, насыщена. Ждал в этот день Айхальцев изрелищный обряд Алгыс. Приглашенный из Сунтарского улуса, Алгыс Чит в своих заклинаниях обращался к небесным божествам. Просил обновления, здоровья и счастья. Айхал очень гостеприимный поселок. И тут люди живут очень радушные, гостеприимные. Самое главное, люди очень приветливые. В глазах искорка, поэтому это радостно. В национальном празднике СССР участвовали и представители народов САХА из Удачного. В подарок привезли зрелищные концертные номера. Мы приехали впервые в поселок Айхал. Нам очень понравилось. Мы рады, что нас пригласили. Поздравляем всех Айхальцев с юбилеем. На Усоухай, танец, который завершает праздник, остались лишь самые стойкие. Холодный ветер сделал свое дело. А вот в спортивном зале комплекса «Алмаз» было многолюдно. Лучших выявили в борьбе Хабсага и соревнованиях по масс-рестлингу. Конкуренцию в этом году спортсменам из Айхала составили удачницы и представители других улусов Якутии. Жители юбилейного Айхала эссех в соответствии с древнейшими традициями оценили. Уже на следующий день в поселке установилась теплая погода. Сегодня и вовсе светит яркое солнце. А значит, не зря в течение двух дней воздавали дань окружающей среде и воспевали лето. Оксана Мизинцева, Евгений Шапывалов, телеканал «Алмазный край». Субтитры создавал DimaTorzok